Вор в законе Васа Корж, последний император воровской идеи сегодня, упоминая о ворах в законе, принято причислять к этой категории финансово успешных людей с криминальным опытом. Таким образом, произошла подмена понятий, в результате чего преступник, получив высокий статус в бандитской иерархии, может частично или полностью игнорировать ту идейную составляющую, которая изначально была заложена в позицию законника по жизни. В 1996 году в возрасте 77 лет умер Александр Качев, или Вася Корж, последний из первых последователей воровской идеи. Совсем немного известно о ранних фактах жизни Качева. Есть информация, что родился он в 1919 году в далеком Владивостоке. Имеет болгарское происхождение. Существуют разные версии по поводу первого срока, полученного Качевым. В одном варианте, он чуть ли не с рождения промышлял воровством. Другая версия более романтичная, связанная с дракой за женщины. Как бы то ни было, первый свой срок Качев отправился отбывать во Владивостокскую тюрьму, откуда позже его перевели в Владивостокский пересыльный путь Дальстроя, в Лапперпункт, который находился в районе Маргородка, 6-й километр. В свое время здесь побывали, ставшие впоследствии известными, люди, такие, как Королев, Шаламов, Мандельштам и ДР. Тут Качев был распределен в один из этапов и отправлен в лагерь на Колонму. Преодолев непростой морской путь, Качев добирается до места назначения, в лагере начала междоусобицы, получившие название «Сучья война». Качев понимает, чтобы выжить, здесь надо определиться к какой группировке примкнуть. Позиция СУК, изначально нацеленных на сотрудничество с администрацией лагеря, не привлекала Качева по принципиальным понятиям. К тому же, заложенная изначально тенденция прислужничества, порождала частые разборки внутри группировки. В то время, как у воров действовал жесткий закон, требовавший соблюдения правил от всех без исключения сторонников этой группы зэков. Касались эти законы в большей мере этической стороны жизни. Позиция воров оказалась Качеву ближе. Хотя за этот выбор пришлось ему сильно пострадать, то отбывая срок в изоляторе, то перенося частые побои. В 1942 году Качева, или уже Коржа, коронует. Однажды к нему, относительно молодому зэку 25 лет, пришли за защитой первоходки, которых не оставляли в покое рецидивисты. Слова Васи Коржа было достаточно, чтобы их перестали беспокоить, но и спрос спервоходок от него был высокий. Он потребовал, чтобы в поведении своем новички вели себя безукоризненно. Так, наладив дисциплину и заставив брать ответственность за свои слова и дела, в подконтрольном Коржу коллективе по большей части сохранялась относительно спокойная обстановка. Поэтому неудивительно, что именно к нему шли с разных зон Малявы с просьбой разрешить спорную ситуацию. В общей сложности Васи Коржа отбыл в заключении 1954 года, и хотя тюрьма, по сути, стала ему домом родным, он неоднократно совершал попытки побега, за что снова и снова наказывался и получал дополнительные сроки к имеющемуся. Исчерпывающе показательным дополнением к этому факту можно назвать воспоминания Вадима Туманова, друга Высоцкого, волею судьбы проведшего с Васей Коржом пять лет в лагере, у него было множество побегов. Расскажу только об одном. Однажды летом, когда заключенные были в бане, Корж с Васей Барабановым выломали часть пола и через систему канализации выбрались на поверхность. Их поймали охранники, голых, мокрых, грязных, били ногами и прикладами. Били так, что вообще удивительно, как они остались в живых, отделавшись только поломанными ребрами. Это, эпизод одного дня, а случались они постоянно, все пятьдесят с лишним лет, сколько Васька Корж провел в заключении. Тем не менее, побеги, пусть неудачные, придавали Коржу авторитет. Он один из немногих мог одним своим правом голоса, например, лишить человека статуса, а то и назначить наказание. Известен случай, когда во время коронации некого тюремного авторитета по кличке Слон, Корж спросил у хлопотавших за него, знают ли они, что их подопечный украл у сокомерника письма с воли, что подобный проступок требует наказания, а не коронации. В результате, Слон рассчитался жизнью за совершенные прямо на сходке. Выйдя на свободу, оказалось, что нет у него ни дома, ни родственников, родные и близкие и дальние давно от него открестились, стыдясь родства с уголовником. Помогли Коржу с жильем братки из блатных. Они подарили ему жилье в Харьковской области, куда до самой смерти Коржа приезжали просто навестители конкретно с просьбой помочь разрешить спорные дела воры в законе. Главным правилом Васи Коржа, как бы ни показалось странным, было всячески избегать убийств, не гнаться за материальным, делиться имеющимся с близкими по духу людьми. Можно представить, когда будучи старым и больным человеком, посвятив практически всю жизнь воспитанию, идейной обоснованности воровской, преступной жизни, Александр Качев понял, что последователей то почти нет. Личные материальные в этом мире по-прежнему остаются в приоритете. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на наш канал.